Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube канале про цветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Тема сегодняшнего занятия, чем будем заниматься, это обработка картофеля. Ну давайте поговорим. Картофель любимая культура. Многие выращивают его на своих участках. Но мы теряем урожай из-за того, что мы неправильно подготавливаем картофель. Ну давайте разберем. Ну во-первых, начнем с того. Сорта бывают разные. Ну ранние, средние, поздние. И предпочтение вы отдаете сами каким-то сортам. Одни сорта развариваются хорошо. Вот это тип А, Б. Другие сорта Б, С больше пригодны для, ну мяко-желтые, но больше пригодны для жарки. В жареном виде, для других чипсов идут другие сорта. Вот. Ну и сортом определились. Ну значит в теперешних условиях я полагаю, что на наших дашах надо отдавать предпочтение сортам ранней и средней группы. Почему? Потому что фитофтора, которая повреждает картофель, с каждым годом становится все более агрессивной. И все принимаемые меры, какие бы мы там ни принимали, профилактические, там защитные, оказываются как бы малодейственные. Потому что появляются новые формы фитофторы. И эта фитофтора уничтожает наш урожай. В то же время ранние сорта могут вполне дать пятьсот шестьдесят килограмм сотки и обеспечить нам с хорошим урожаем. Что? Ну давайте разберемся поправку. Значит клубни. Первое, что мы будем делать? Первое, мы разберем клубни по размерам. Значит, самые нормальные клубни вот такие величиной с куры на яйцо. Это самый нормальный посадочный материал. Если не хватает посадочного материала, можно брать и более крупные клубни. Это тоже допускается. Тем более, что есть определенные сорта, как та же белая ночь или там другие, которые дают только крупную фракцию. Мелких клубней там нету. Если мы их посадили вовремя, в апреле-май месяце мы имеем только крупные клубни. Потом есть такой момент. Наши огородники не обращают внимание. Момент такой характера. Значит, мы привыкли, что наш картофель, который мы давно выращиваем. Наши все знакомые сорта, там же и нашей белорусской селекции. Те же вот, например, лилея, сдобыток и прочее. Мы их просто достаем с подвала. Достали с подвала, посадили, и они через три недельки сходят. Так вот, сейчас появилась особенно группа иностранных сортов, типа Мадейры, Коломбо. Вот эти сорта, Венетта. Эти сорта, если мы посадим сразу же в грунт, они не дают сходов. После холодного хранения они обязательно должны прогреться. То есть, пройти подготовку клубней, то есть, стадию яровизации. Что такое яровизация? Яровизация, например, для всех сортов картофеля, без исключения. Но сорта, которые нуждаются в ней, это в обязательном парадке. Отбираем клубни. Это можно сделать за два месяца. Но самый короткий срок, это яровизация, две недели, не меньше. Это минимально. То есть, срок от двух недель до двух месяцев. Отбираем клубни. Раскладываем в помещениях, где температура где-то 18-20 градусов и рассеянный свет. Неяркий. Ящички. Ложим в ящички, и они там лежат. У них наклевываются росточки. Наклевываются хорошие толстые росточки и зачатки корней. Что даст нам яровизация? Вот таких сортов, как Коломбо, например, то же самое, или Ирвьера. Значит, мы получим более вскорованные всходы. Сам вскорованные всходы получим во всех остальных сортов, которые обычно не реагируют так, как это самое, на температуру хранения и температуру почвы. Сходы появятся более ранние. Если обычно картофель сходит за три недели, обычная норма времени, то значит наш картофель, который пророчный, уже взойдет через неделю. Значит, мы раз в неделю, значит, мы выиграем у природы две недели. Две недели наш картофель уже будет расти, а не находиться в земле и отдыхать, пока взойдет. Раз наш картофель на две недели раньше начинает расти, он лучше использует долгий день. День световой более долгий, в мае и июне день более долгий, значит, более эффективно растение использует световую энергию. Раз растение больше испытывает световой энергии, значит, растение даст более высокий урожай. Но тут еще необходимо заметить, вот сделали картофель, проэровизировали, вот такой замечательный картофель, как вы видите, на столе лежит, он как бы готов к посадке. Так вот, с посадкой картофеля, несмотря что он эровизированный, торопиться не следуя. Самое лучшее время, самый легкий ориентир, который вам очень легко запомнить на каждый год, не надо смотреть на термопит, это когда начинают зеленеть сберозы. Когда начинаются зеленеть сберозы, значит, почва уже прогрелась достаточно, до плюс 10 градусов. Можно приступать к посадке картофеля. Конечно, некоторые огородники высаживают картофель раньше, они не ждут, пока подзеленеют сберозы. Высаживают картофель и накрывают пленкой, это тоже как бы правильно, но по яровизированному картофелю знайте, что этот картофель нельзя садить глубоко, значит, на глинистых почвах его садят где-то 8-10 сантиметров, на пешаных до 15 сантиметров глубиной. Если вы посадите его гораздо глубже, то наша яровизация не даст эффекта. Ростки просто-напросто в холодную дождевую погоду могут земли сгнить. Эффекта мы не получим. Помните об этом, пожалуйста. Ну и яровизированный картофель дает нам возможность получить более ранний урожай. Раз мы будем получать более ранний урожай, что тоже в наших интересах, значит, тоже знайте, что для того, чтобы получить самый ранний урожай, картофель нельзя окучивать. Потому что если мы начинаем окучивать картофель, мы поврождаем растущие столоны и урожай отодвигается на 10-14 дней позже. Так что знайте этот нюанс. Ранний картофель посадили и все. И больше вы его рыхлить можете, но окучивать ни в коем случае. Так вы получите более крупный урожай. Обработали, проэровизировали, посадили и все. Урожай вы обеспечены. Удачи вам. Смотрите наш YouTube канал. До свидания.